Добрый вечер, уважаемые телескопы! Телезрители в эфире телеканала «Видное ТВ» программа «Все грани мяча». За прошедшую неделю состоялись матчи Кубка России, Чемпионата России. А уже буквально через несколько минут, кто нас смотрит в прямом эфире, начнется матч Лиги Чемпионов ЦСКА «Реал Мадрид». Обо всем об этом в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Узалевским и Илья Разноблад. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, у нас была небольшая пауза в европейском выступлении, и этой паузой воспользовался РФС, и, соответственно, провели матчи 1-16 Кубка России. На данный момент из 16 команд премьер-лиги 14 команд вышли в одну восьмую финала. И, насколько мне известно, по-моему, это рекорд России, что столько команд премьер-лиги вышло в следующую стадию. Кирилл, это как-то удивляет, настораживает. Какое у тебя чувство? А почему ты не спрашиваешь, Олег, свои любимые вопросы? Как вы считаете, кому нужен Кубок России? Не будет такого вопроса? В этом году. Ну, учитывая результаты, видимо... Стало понятно, кому, да? Но у меня подозрения, я ими уже делился с вами, друзья мои, что, помятуя о прошлогоднем розыгрыше Кубка, когда за Кубок сажали, собственно, команда низших эшелонов, все наши признанные лидеры, и не только, весь высший дивизион решил, ах, такое дело, значит, можно Кубок взять по-быстрому и по-простому. И все побежали брать Кубок. И поэтому так вот все вместе и вышли. Сергей, Динамо встречал со своим излюбленным соперником, но прежде чем перейти к этой теме, давайте посмотрим результаты, ну, по крайней мере, ведущих наших команд, которые сыграли одну шестнадцатую финала. Итак, Балтика, Локомотив, в добавленное время 2-3, Локомотив смог одержать победу. Торпеда, Динамо, извеченные соперники. И, наверное, самые близкие друзья, в кавычках, Динамо одолела. Волгарь, Зенит 0-4, наверное, без проблем прошли. Ну, и Черноморец, Спартак 0-1. Если мы посмотрим и результаты других матчей, да, о которых встречались клубы премьер-лиги, то я не скажу, что и там было какое-то доминирование. Ну, может быть, кроме Зенита. Тоже матчи закончились 1-0, 2-1. Все-таки дали бой командам премьер-лиги. Слушай, Олег, ну, мне кажется, нет вот какого-то понравился действительно комментарий в нашей, так сказать, корпоративной сети от Кирилла. Но до некоторой степени все равно, кроме Локомотива, все команды более или менее не основными составами играли эти первые матчи, как это уже повелось в Кубке России. Поэтому каких-то вот... Мне кажется, никто не хочет выиграть Кубок России так же, как и раньше, потому что победитель Кубка России в прошлом году вообще был расформирован. Да. Вот поэтому как-то комментировать. Ну, очень приятно смотреть, потому что Кубок России, этот турнир, после первого раунда очень многие болельщики перестают за ним следить, потому что их команды вылетают в этом году. Ну, просто я помню историю, что 9 клубов в 1-16, помните, там несколько лет назад сразу 9 клубов выбыли из Кубка. В прошлый год. Это в прошлом году. В прошлом было 8, по-моему. Я не соглашусь, что болельщики перестают следить. Следят болельщики команды, которые вышли, но, соответственно, Кубок теряет в медийности, потому что вылетают лидеры. Конечно. И уже нет того накала, как раньше. Ну, Кубок нам подарил великолепный гол-шедевр, который забил игрок Локомотива, Эдер. Вот, я имею в виду, это грандиозный гол совершенно, который спас Локомотив от очередного поражения. Сереж, давай поговорим о Динамо, потому что, да, этот матч, я уже несколько раз застрял на этом внимании, что матч Торпеда-Динамо, во-первых, это история, и с советских времен еще она длится. Ну, и учитывая ваши внефутбольные, скажем так, отношения и с болельщиками этой команды, какие у тебя были настроения перед этой игрой? Ну, действительно, интересно было посмотреть, тем более на уже стареньком, можно сказать, стадионе Эдуарда Стрельцова. Да, давненько оттуда не было ничего, да, да. Ну, там одну трибуну практически закрыли, хотя там болельщиков Динамо пустили именно на эту трибуну. На закрытую? Да, ну, не закрытая, она там, ее на нее не продают вообще в обычном, в обычном матче, когда проходит Торпеда, там не продают билеты, они только на одну трибуну продают, она там 5 тысяч всего вмещает, и было всего там 5 тысяч болельщиков вообще, то есть достать билеты было тяжело, там через клуб продавали, естественно, торпеда-то свои раскупили, ну, хотя были много гостей, известных футболистов в прошлом, ну, поля немножко подвела, там я вот разговаривал с одним футболистом бывшим, он говорит, что там же низина идет, вот Москва-река, там надо делать, конечно, хорошее поле, там, говорят, всю жизнь было такое поле, именно мягкое почему-то оно утопало, и неудобно было именно такой еще футбол играть, и вот Динамовцы я посмотрел, ну, думаю, ну, все, будет борьба, ну, молодцы, там вышли где-то несколько человек, которые на лавке сидят постоянно практически, сыграли, ну, чем-то хорошим они не отличились, может быть, поле помешало, может быть, нет, и я думаю, что вот именно тот состав, который участвует в первенстве России, действительно боеспособный. Ты сказал, кстати, про пять тысяч болельщиков, я, честно говоря, даже удивился, неужели у Торпедо еще есть пять тысяч болельщиков? Нет, ну, там я не думал, что одни торпедовские болельщики были. Ну, и здесь какой-то костяк. Да, костяк они ходят. Ну, костяк, ну, сколько, 200 человек? Ну, не 200, побольше у них. Ну, Торпедо уже сколько, лет 10 не играет? Они очень довольны, я вот читал, они потом после матча писали, там, Динамовцы, ну, молодцы, что да, там перед матчем было интересные там моменты среди болельщиков, там всякие вот эти... Взаимные провокации. Взаимные провокации, да, на поле там всякие там могилки там вытаскивали, да. Но, в принципе, они не обиделись, там нормально так повели себя, хотя отношения действительно у Торпедо и Динамо, ну, одна из трех команд, с которыми не очень хорошие отношения в премьер-лиге, это вот Зенит, Спартак и Торпедо у Динамо. Вот, ну, нормально обошлось, более-менее были небольшие стычки там около метро, ну, а так все... Ну, вроде все прошло. Да, по сравнению с Торпедо, помнишь, у нас было 3-0, когда засчитали им техническое поражение, хотя Динамо тоже ввело там 3-0, и Рыков забил там, то ли, не два мяча, он все переживал, что... Не засчитали его. Да, ему снимут, там вроде защитник. Вот, и тогда торпедские болельщики сорвали матч петардами, здесь немножко, как тут они молодцы, повели себя более спокойно, и, слава богу, все так закончилось. А по игре, ну, Динамо победили, ну, за счет класса, я думаю только. Хорошо. Черноморец-Спартак, не знаю, есть ли смысл достаточно обширно говорить об этом матче, потому что, мне кажется, ну, Черноморец ничего не противопоставил. Ну, был у них один момент в конце. Да, момент, но не более того, мне кажется, Спартак просто вот... Черноморец, он уже во второй лиге, да, играет? Да, во второй лиге. Черноморец-Новороссийск, да, вторая лига. Хотя это все команды из вышки советской. И «Торпеда» тоже. И «Торпеда», естественно, да. Черноморец, конечно, играл. 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 Бут, Бут играл там. А, да, 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 правильно. Бут играл. Да, мы на классе, класс «Спартакан» нынешнего позволяет все-таки обыгрывать команды второго дивизиона. Вот. И поэтому забили спокойно на классе забили второй гол и не дали ничего сделать. Черноморец, у них был в конце момент один. Ну, совсем без момента, наверное, игры не бывает. Ну, в общем, такая нормальная победа малыми силами, я бы сказал. Вот. Еще немножко про стадион хочу сказать. Так получилось. Про стадион имени именно «Торпедовский». «Торпедовский». Ну, такие хорошие ностальгические чувства. Я матч смотрел в Динамске в основном из-за стадиона, чтобы посмотреть. Так получилось. Он удобно расположен относительно нас. Да, да. Это стадион, на котором я чаще всего бывал. Чаще всего на «Лужниках». Он такой очень уютный. Я там смотрел «Торпеда», когда я играл с «Реалом». Они 3-2 проиграли. Причем вели даже 2-0. До перерыва такой матч был. Все было в 90-х годах. Думаю, надо туда сходить, пока я его не снесли. По-моему, последний. Ну, не по-моему, а последний. Я, да, как болельщик, естественно, я тоже ходил на «Торпеды». В 19-20-м хотят привести реконструкцию, а так, действительно, я считаю, что в «Видновске» больше всего болельщики ездили раньше на «Торпеды». Мало того, мы там «Металлурга» попадали в «Торпеды». Да, согласен. Так что у нас такая связь. Я даже знаю людей, которые играли за «Торпеды». Да, и которые сейчас тренируют матчика. В основной команде играли. Ну, а для болельщиков в «ЦСК», естественно, все еще впереди. Матч с «Тюменью». Да, с «Тюменью» перенесен на 10-е октября из-за Лиги чемпионских матчей. «ЦСК» «Хороший» попал. Я перейдил. Да, так что все переживания. То есть, там же на две половинки. Да, две половинки. «ЦСК» попал. Молодцы. А вот где находятся «Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Зенит». Мы все в одной этой корзине оказались. Ну, не знаю. «Спартак» из «Премьер-лиги» осталась. «Спартак» с «Анжи» будет играть. «Спартак» с «Анжи». А «Динамо» с «Рубином». А уже разве была «Жеребьевка»? А там «Бежеребьевка». Там «Бежеребьевка». Команда такая выступала замечательная из второго дивизиона. Называется «Чайка». «Чайка». «Город Новопесчанск». Там жители... Один из тысяч человек. Мы Сергеем уточняли. То есть, был вариант, они могли обыграть «Анжи», и тогда бы к ним поехал «Спартак». Да, да, да. У вас был номер, да? Ну, мы же себе представим, да? Праздник какой? В общем, за них многие болели. Согласен, согласен. Ну что ж, друзья мои, поговорили мы о Кубке России, 1-16 финала. Как я уже сказал, 14 команд уже вышли, и, в общем-то, осталась только одна команда, которая обыграла Уфу, ну и Тюмень-ЦСКА 10 октября, смотрим, наблюдаем. Переходим к чемпионату России. В выходные состоялись матчи девятого тура, ну и пришла пора напомнить и себе, и вам, какие результаты были зафиксированы. Итак, Рубин, Крылья, Советов, 2-1. «Спартак», «Ростов». Неожиданный матч, и как и результат, 0-1 «Ростов». Краснодар достаточно убедительно победил «Динамо» 3-0, «Анжи», «Зенит» 2-1. На мой взгляд, самый непредсказуемый матч получился. «Локомотив», «Ахмат» 2-0, «Уфа», «Енисей» 2-1, «Урал», «Арсенал» 2-1, и «Оренбург», «ЦСКА» 0-1. И, как бы, да, анализируя ситуацию, можно сказать, что у нас только «ЦСКА» и «Ростов» на выезде взяли и победили. Взяли и победили. И что характерно, в этом туре не было ни одной ничей. И только две победы гостей. Да, и только две победы гостей. В принципе, редкий такой тур, когда, смотрите, ни одной ничьи не получилось. Редкий тур. Ну что ж, давайте перейдем к матчу, возможно, центральному матчу девятого тура. «Спартак» и «Ростов». До этой встречи команда занимали второе и третье место. Как я уже сказал, «Ростов» победил со счетом 0-1. Кирилл, да, мы, опять-таки, как это называется, в корпоративном чате, как мы недавно выразились, вели подготовку к этому матчу. И я-то высказался, в общем, на том, что, скорее всего, «Зенит» должен был побеждать, «Спартак» должен был выбрать очки в матче все-таки с «Ростовом». Что не сложилось? Думаешь, сговор какой, нет? Потом обратка будет. А не сложилось? Ну, просто... Сложно говорить, что что-то не сложилось. Это проблема уже приобретает системный характер. Это, видно, такая полная импотенция «Спартака» в атаке. Безидейность, невозможность мало того же забить, невозможность даже создать ничего. Хотя «Ростов» — это такой изначально «Спартакский» клиент, который «Спартак» год за годом регулярно на прежде своей истории обыгрывает дома. Хоть и со «Скрипом», но обыгрывает. Да, всегда «Спартак» Ростов обыгрывал. Ни разу никогда не проигрывал. Да, даже так. По статистике, моя любимая, «Спартак» ни разу «Ростову» дома не проигрывал. Первое поражение. Первое поражение, да. Ну, вот вышел в основе «Самедов», причем вышел так, что у меня создалось впечатление, что ему даже мяч специально не дают. То есть, правый фланг отсутствовал как класс. Вот просто у «Спартака». «Самедова» могло не быть абсолютно, никто бы даже просто не заметил этого. Видимо, у «Карреры» какие-то кадровые возникли проблемы, что так получается, что некому у нас право играть. То есть, «Самедова» заменили первого? Да, да, да. Первого заменили. Он даже не вспотел, по-моему, ушел, и мальчик чистенький был. Что делать? Призывают к отставке «Карреры», но мне не видится в этом выход, потому что необходимо, не то, что какая-то идея, мне кажется, необходимо усиление состава. Кем его сейчас усилить? Непонятно. Кем встряхнуть? Возможно, вернутся эти люди из дубля. Я имею в виду, прежде всего, Глушакова, ну и Ещенко тоже. В плане работоспособности Ещенко никогда вопросов никаких не было. У нас же где-то ошибаться. Может, неправильное решение принимать, но работоспособный игрок. И что делать? Какой-то креативный форвард нужен. То есть, без промеса потерялась игра в нападении? Абсолютно. В защите худо-бедно играем все-таки не так много пропускаем. Хорошо. Смотри, вспомни, сколько было вопросов к тому, почему «Каррера» не использует сразу и «Зе Луиш», и «Адриана» и «Промеса». То есть, ну, кого-то из них вдвоем. Сейчас, получается, он и «Луис Адриан», и «Зе Луиш» вдвоем играют. А кто подносит снаряды ему? Мы играем одного нападающего «Адриана». То есть, тактика достаточно, мне кажется, для домашних матчей, особенно тактика, неподходящая играть с одним нападающим. Мы выпускаем второго нападающего, когда начинаем проигрывать. В пару выходит «Зе Луиш». Но ты вспомни, «Зе Луиш», «Луис Адриана» – это не игроки, которые могут взять мяч, как тот же «Промес». Ну, разумеется. Хотя «Адриана» я с удивлением, он такой человек заметный, благодаря своей прическе, я с удивлением его обнаружил во второй-третьем матче в собственной штрафной, где он возвращался за мячом, там его брал и сам уже бежал вперед. Потому что человек просто изголодался по мячу, некому подать мяч, некому поднести снаряд. Правый фланг не работает, Камбаров вешает от центра поля такой навес, ну, невозможность не забить и проблему обработать. То есть, игроки средней линии не выполняют свою обязанность по созиданию игры. И к нападающим вопросов у меня нет. Есть вопросы к середине поля. Хорошо, вопросы к середине поля. Именно об этом я тебе и говорил, что кто будет подносить снаряд. Ведь если Промесу можно было достаточно отдать мяч... Да, то теперь вышел Ташаев, который явно с лишним весом, товарищ. Он неповоротливый, медленный. И такое впечатление, что у него нет каких-то футбольных озол даже в плане обработки и приема мяча. Потому что на это тратит удивительное количество времени. Что просто непозволительно футболисту, который играет за топ-команду нашего чемпионата. Это не то, что замена Промеса, это врительство какое-то прямое. Потому что Браустон, собственно, на его позицию. А это не по Промесу, это не четверть Промеса. Хорошо, почему Зе Луиши не используют карьера по назначению? Вот Зе Луиши это игрок штрафной, вратарской. Это где-то чего-то, ну, в большей степени... Я не знаю, Олег, я с тобой... Это больше навесами. Сейчас, собственно говоря, это единственный ресурс, который очевиден, которым можно усилить игру. Особенно на фоне невнятых результатов. Спартак не может победить. Нет игры. Необходимо рисковать тренерскому штабу. Это навес, тот же угловой. Это тот же навес. И четыре мяча забиты с угловых. Надо выпускать двух нападающих вперед. Для меня это очевидно, например. Ну, и многим болельщикам тоже. Те, кто, собственно, в спартакском лагере разделился. Те, кто за карьеру, те, кто против карьеру. Но те, кто за карьеру, его тоже критикуют за немного трусливую тактику. Ну, мы вспомним, и в целескатуре Слуцкого... Какие игроки были, да? Тот же и Думбия, и Слуцкого тоже критиковали за то, что он выбирает, как ты назвал это, трусливую тактику. Было ли дело? Да, но Слуцкий при такой... Ну, все-таки не такой трусливой тактике импотенции, в общем-то, не... Ну, а так и было. И мы очень часто обсуждали здесь, говорили, что почему Слуцкий выбирает такую тактику, даже порой с ултсайдерами. Так почему? Ну, нет, с ултсайдерами, все-таки, по-моему, армия всегда с позиции силы. Нежелание менять модель. Выходили, выходили с одним форвардом где-нибудь там с ултсайдером. Ну, казалось бы, какой-нибудь, ну, условный тульский арсенал, и мы выходим с одним форвардом. И в большей степени с обороной... А какие форвардов-то, кроме Думби, и в прессе про ту команду, там не было форвардов вообще. Были моменты у Слуцкого, что вообще форвардов не было. Давайте про Спартак. У меня, я посмотрел последний матч, у меня такое впечатление, тактика Спартака в последних матчах, как можно ближе упасть к штрафной. Вот они, падучая болезнь такая у Спартака. Вот они падают на надежде, на штрафной что-то пробьет, да, и забьет. Вот действительно. И уже судьи, вот последний матч показал, да, с Ростовом уже действительно были. Ни разу не свистывали. Да, были даже, действительно, мы с тобой обсуждали, были и нарушения со стороны Ростова, но судья уже не свистел. Ну, Адриана там мощно топтали, да. Да, да, и судья уже не обращал внимания, потому что уже Адриана так продолбил, там, как Генич сказал, он говорит, да, видно, яму хочет там пробить в это штрафное Ростова, когда комментировал. Вот, поэтому больше ни на что, понимаешь, действительно, Кирилл прав, ну что, навесы, да, ну-ка, на кого, да, опять же тоже не получается. Медленно еще Спартак играет. А, переход. Мяч, да. Мяч, да, медленно ходит. Попов-то скоростной игрок на самом деле. Сейчас медленно и все. Медленно и все. Даже не то, что как скорость бегают игроки, как медленно ходит мяч. Передача низом, она катится, как будто инвалидная команда играет. Нет резкости. Кто-то периодически ускаживает. Зобнин какой проход сделал? От своей штрафной до и чужой штрафной? Добежал. Бывают такие всплески, там чуть-чуть передачка не прошла. Через матчу так показывать себе. Буквально, опять несколько сделал вертушек зидановских. Молодец. А не кажется тебе, что сейчас пришло время Зобнина взять эту команду в свои руки? Ну, а такое впечатление создается, да. Он пытается зажечь. Он пытается зажечь команду, это видно. Но не получается. Команда не горит. Может быть, того, что нет авторитета, Кирилл, я не знаю. Ну, в этом плане мне напоминает Игорь Денисова по своему игровому качеству. Ну, тогда еще, молодости, да? Только, ну, есть один момент, что все-таки игрок, он не в полной мере атакующий, что ли. Не может он взять мяч и создать момент, или, по крайней мере, в каком-то значении. Ну, смотря, где он ставит. Его сейчас совсем поставили назад. Он поэтому с вас... И все почищает за Фернандо. Даже вот незаметно в матче Спартака, вот то, что ты рассказывал, как форварды отходят через не свою штрафную площадь, пытаются сами тащить. Да-да-да, тащат. Вот так, как уже Динамский, прошлый игрок, что вот его хвалили, помнишь, концовка чемпионата прошлого, шесть последних матчей. Он, в принципе, так феерил хорошо, и СССР, и СССР, и СССР, и СССР последний матч классно сыграл. Вот, и почему Спартак, мне кажется, и приобрел его. Но ошибка Спартака была в том, что они посадили его на лавку, да? И он, может быть, действительно набрал лишний вес. И действительно, любой, мне кажется, игрок, который, ну, сколько уже сыграли, восемь туров, да? Ты меня сейчас посади на лавку, я тоже наберу вес, естественно. Да, поэтому засиделся просто парень, так, я не говорю, что он не талантливый парень, талантливый. Тут Динамовцы сейчас последние, допустим, несколько дней обсуждают, потому что у нас тоже проблемы с игроками, там и травмы пошли. И поэтому, про Ташаева, но беда-то в том, что Ташаев-то, оказывается, извил желание сам уйти в Спартак. Потому что там вот идет обсуждение, сейчас опять спартакские болельщики выложили, что Федерация футбола Динамовская подала в суд, опять пятый раз в суд подали, что он там неправильно что-то там подписан, там, в общем, ерунда всякая. Но все деньги. Да, факт тот, что там и при обсуждении все говорят, что, ну, извините, но даже Хохлов говорил, что я ему говорил, оставайся, все, все будет нормально, давай. Но он говорил, что я хочу Спартак, ну, кто там, Зобнин ему, родители сказали, давай перейдем. Ну, вот перешел, видишь, и получилось, что пока это в минус ему, игроку. Пока, да. Спартаку тоже получил в минус. Пока набирает только вес. Да, набирает вес, а не форму, да? Да, совершенно верно. Ну, что ж, конечно, поздравляем ростовских болельщиков с победой. Карпина, который, наконец-то, да, в своей карьере смог обыграть Спартак. Уже было несколько встреч, когда он встречался со своей бывшей командой. Ну, и, естественно, Спартаку уже надо быстрее выздоравливать, там, не знаю, снижать температуру, уже принимать, не знаю, что там, парацетамол какой-нибудь, да, принимать и выздоравливать, и дальше радовать своих поклонников. Давайте переходим к матчу Краснодар-Динамо. Я думаю, что динамовские болельщики будут с грустью вспоминать об этом матче, но, тем не менее, Сергей, 3-0. Естественно, я посмотрел этот матч. Первые, может быть, 20-25 минут Динамо было на уровне, играли абсолютно в равный футбол с Краснодаром. Ну, а потом все, я видел только Краснодар. Ну, да, у Краснодара, в принципе, моментов-то не было в эти 20 минут, понимаешь, а у Динамо столько моментов было, там, и Жоазини, и, вспомним, перекладину Луценко. В принципе, могли забивать, еще до этого момент был хороший, там, они выходили втроем за пароли. Вот, и, в принципе, Динамо смотрелось, да, первые 20 минут доминировало даже. Даже тренер Краснодар сказал, что вот эти 20 минут как-то команда немножко искала, как играть. Вот, а потом Краснодар взял в свои руки игру, ну, не взял в свои руки игру, он резал все свои моменты. БК за рога. Да, у него, если по моментам, ты вспомни, кроме вот этих мячей, которые он забил, там, особых, так сказать, таких 100% моментов у Краснодара-то и не было. Ну, я бы не сказал, что прямо совсем-совсем не было моментов. Ну, таких вот, стопроцентных, таких же, знаешь, что, ну, должен быть гол, а он не состоялся, такого-то я что-то не вспомню. Атаку они реализовали, молодцы, все. И за счет чего, ты же смотрел матч, за счет, конечно, того, что исполнители хорошие, вот у них в атакующей линии, сравни динамовских исполнителей, когда во время атаки выходят только три игрока, три игрока пересекают центр поля, это Жозиньо, Луценко и Крайний Панченко. Нет, этот у нас играет португалец там. Назови, я его вспомню. Вот, и только три игрока пересекали линию, понимаешь, ну, это, конечно, так атаковать, ну, хотя тоже, видишь, создали вначале, все равно смогли как-то, ну, дальше все. Потом пошли ошибки, да, вот эта ошибка Шунича, который по спине поскатился мячик, вот, хорошо лег на ногу игроку Краснодара, гол, значит, потом второй гол, когда раздевал, куда Классен пробежал от своей штрафной. Да, а там стоял, много народа там стоял, стоял, курил сигару, пил кофе, перед ним стоит Рыков, ну, думает, там его кто-то страхует, он, правда, не бросался, молодец, по тактике он все правильно делал, не бросался в ноги. Тот стоял с мячом, ждал, пока Кларсон прибежал, прибежал штрафной, да, все, 2-0, они уже уходят на перерыв, и потом, я думаю, ну, Хохлов сейчас это изменит что-то, понимаешь, 2-0, надо как-то выпускать второго форварда. А Хохлов после игры сказал, что я знал, что у некоторых игроков играли с травмами, я не стал менять, потому что неким было усилий, честно сказать. И действительно, потом, когда он выпускает вместо Луценко второго нападающего Маркова, меняет нападающего нападающего, тот получает через 10 минут травму, и уже никого не выпустить некого. И впускает он полузащитника Черехова, который год лечился, там у него травма колена была, вышел, ну, что толку, ну, все, все. Ну, давай, давай все-таки признаемся, но Краснодар по делу победил. Краснодар сейчас на ходу, вообще-то, давайте вспомним, когда Краснодар последний раз проиграл. Пять игр подряд он выиграл уже, пять игр подряд, да, он на ходу, согласен, он на ходу, но... Кстати, ЦСКА скоро встречаться с Краснодаром, да, через ту, и Зениту, по-моему, интересно просто будет, да, как он продолжит. Сергей удивил в комментариях Хохлова, честно говоря, прям сильно удивился, когда он сказал, что мы на данный момент не можем конкурировать с Краснодаром. Ну, а, наверное, так и есть, а разве нет? А почему тебя удивило? Ну, не знаю, Краснодар, это какая-то Бавария. Не, ну, он видит, что у него, вот я сказал, атакующая линия, у него действительно хорошая, а у Динамо сейчас нету некем атаковать. У нас же забивали последних матч, кто, Рыков забивал, там, полузащитников. А что с Панченко? Что с ним? Панченко не вписывается, вот у Панченко такая болезнь, как у Загоевов с ЦСКА, он немножко, понимаешь, он, когда выходит Панченко, он начинает мешать. У него не идут удары, не идут голевые моменты он запарывает, и понимаешь, он немножко, он же как блуждающий форвард, как вот Загоев, он тоже, у него нет такого, да, точного места, вот Загоев, тут игра и всё, он же бегает у вас. А здесь, получается, Панченко тоже, он может оттянуться в защиту, может на правый край, на левый край, у него нет такого места. И получается, что, когда создается голевый момент, Панченко только, ну, мешает атакующему футболисту. Но он перестал выходить в основе. Но и в обороне перестал отрабатывать, понимаешь, вот почему. И правильно сделал, потому что ты видел, как вышла Динамо с пятью защитниками, это раз, второй раз с Рубином раз, и вот теперь они вышли с Краснодаром. Как сказал Хохлов, ну они же атакующие, мы хотим центр, чтоб не проходили. Да, но учитывая, что они 12 мячей забили за, по-моему, 3 или 4 матча. Да, согласен, согласен, да. То есть тут тактически Хохлов поступил правильно, конечно. Ну, если бы у него был какой-нибудь форвард убегающий, который мог убежать с мячом и забить, потому что ты видел, как оголяли тылы. Тогда ему пришлось бы подписывать со мной контракт. Ты думаешь, ты убежал бы? Ну, конечно, я бы убежал бы точно. Не знаю. Ну, что ж, переходим к следующему матчу. Оренбург-ЦСКА. Это был вынесенный матч на пятницу. ЦСКА играл в гостях и победил со счетом 1-0. Мне трудно сказать по счету, насколько ЦСКА взял эти три очка. Свободно, легко, трудно, напряженно. Твои эмоции как болельщик. Каким все-таки эти три очка были? Давай скажу, что удивило. Первые 20 минут, как играл ЦСКА, я сказал просто вау. Они просто задавили Оренбург, просто не упускали. И таких 20 минуток, в общем-то, была не одна была. Ну, такая одна, прям такая четкая. Ну, там, может, 10 минутки потом были. Да, потом были какие-то отрезки. Но то, что Гончаренко все-таки достучался до игроков и заставил их играть с первой минуты. И он сказал, ребят, забейте три, а потом будем отдыхать, готовиться к Реалу. Ну, я не думаю, что он рассчитывал на выезде забить три мяча. Но, по крайней мере, было очень серьезное напряжение. Причем с хорошими идеями, с разнообразием атак. А гол получился не в эти отрезки, что самое интересное. Ну да. Выиграли 1-0, достаточно тяжелый матч. Оренбург, по-моему, неплохая команда. С пенальти выиграли. Ну, пенальти по делу. Ну, пенальти по делу. Тут, как бы, вопросов нету. Я просто о чем говорю, что ЦСКА, насколько уже в голове у них сидел Реал? Я не думаю, что сидел в голове. Нет. Ты знаешь, не сидел в голове. Не сидел. Я думаю, что нет. Хорошо. С той игрой, которую показал ЦСКА матчи с Оренбургом. Как некоторые говорят, насколько можно смоделировать игру с Оренбургом под Реал, да? То есть подготовиться через Оренбург. Нельзя подготовиться? Нельзя подготовиться. То есть Реал посильнее Оренбурга будет? Чуть-чуть. Ну, что ж, давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась после девятого тура. В ней больших каких-то изменений нет. Зенит все так же на первом месте, но оступившись уже позволил командам 3 очка отрыва. Было-то гораздо и побольше. И заметьте, ни одной московской команды в тройке нет. В тройке действительно нет ни одной московской команды. Краснодар, Ростов, мы все прекрасно помним Ростов, по-моему, двухгодичной данности, да? Чуть было золота не взял. ЦСКА, Спартак набрали 16-15 очков соответственно, да? И я уверен, что это не их место. Локомотив, чемпион прошлого года, 12 очков и на седьмом месте. 10 очков от Зенита отстает. Да, ну и нижняя часть нашей турнирной таблицы. Анжи за счет двух побед умудрился подняться сразу на 12-е место вслед за... Даже в стыки не попадает. Да, вслед за Динамо. Ну и аутсайдеры, они в принципе были известны достаточно, наверное, еще до старта, да? Что, наверное, сложно будет и НСИ, и Крыльям. Почему? Мы же Анжи тоже все... Ну и Анжи, ну и хорошо, но две победы, но все-таки это не показатель того, что Анжи теперь полетит. Тем более я сегодня читал интервью у футболиста из Анжи, он сказал, ребят, мы уже все, дышим наладом, не сегодня, не сегодня, не завтра. Дотянуть подоземным, да, мы скорее всего нас разгонят, распустят. Либо, как мне кажется, они все-таки доиграют. А нам отдадут 3 очков. 16 туров, да, потому что по регламенту, если команда больше половины сыграла, мы обговаривали это, да, то все результаты сохраняются, ну а все остальные 3-0... 16 вряд ли. Сколько получается у нас? Больше половины, значит 16. Нет, 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 мы уйдем на перерыв зимой, это... Сколько туров будет? Будет порядка 18-20. Да, уже... На весну останется 10 туров, все. Да, там много что-то играет до зимы. Жалко. Совершенно верно. Не отдадут. Совершенно верно. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Чемпионат России, естественно, в самом разгаре. Буквально через один тур у нас будет одна треть завершена, да, и уже, наверное, уже можно будет подводить какие-то определенные предварительные итоги. Ну а, как я уже сказал, высшая Лига Чемпионов, Лига Европы стартует уже буквально через несколько минут, поэтому давайте перейдем именно к этим матчам. Итак, наши российские команды, которые представляют нас в Лиге Чемпионов. Кто они и когда играют? Внимание на экран. ЦСКА сегодня с Реалом Мадрид в Лужниках играет. Ну и Локомотив с Шальки 0-4 завтра в 22.00 оба матча. Илья, скажи, ты был в прошлый раз в Лужниках на матче ЦСКА Реал? Да. На девять четвертой минуте я чуть не свалился на газон, потому что такая была вибрация 80-тысячного стадиона. Я, честно говоря, не шучу. Я просто чуть не свалился со своего места. Ну, я помню, если мне память не изменяет, мы вместе смотрели этот матч, я тоже, к своему счастью, да, я тоже, к своему счастью, сам лично смотрел этот матч. Конечно, там и Роналдо, да и все остальные, и Зидан, и все это было. И, по-моему, Зидан тогда еще не был тренером. Не был, конечно. Не был, да, скорее всего, да, не был. Но Роналдо уже, по крайней мере, точно был. И был уже лучшим футболистом мира. Кирилл. Я-то чего? Я про Реал хочу тебя спросить. Это можно, мы его обыгрывали, Спартак. Да, да, это правда. Вот скажи, вот все-таки, вот по-болельщицки, что было бы лучше? Вот посмотреть на Реал со своей любимой командой, или все-таки посмотреть на условный Аякс со своей любимой командой, рассчитывая на разные результаты? Ну, как? Ну, то бишь, на победу, да? Ты положишь, что ЦУСКА нет шансов. Я так не думаю, что ЦУСКА нет шансов. По-болельщицки было бы, конечно, хорошо поставить, что обе команды забьют, то бишь, Акинфеев пропустит. Так. И заработать немножко денежек. Да. Что я и сделал. То есть, если бы не поставил, что Акинфеев пропустит. Конечно, поставил. Обязательно. Я это давно делал. Да. И выиграл. В Лиге Чемпионов. Да. В Лиге Чемпионов. Я не думаю, что армейцы без шансов. Во-первых, у меня есть что-то убеждение, что они обязательно забьют. Мне кажется, что ЦСКА забьет. Потому что Реал проиграл с Эльти 3-0. Или Севилье, друзья. Севилье. 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 3-0. Без вариантов. Мадридский Реал проигрывает в своем утреннем чемпионате всем, кому не лень. Не, ну почему? У них одинаково очков с Барселоны. Барселона тоже. Да. Она может проиграть всем, кому не лень. Нет, я не хожу себе, что Реал не тот какой-то. Но Реал, который даст ЦСКА играть. И ЦСКА, я думаю, забьет, ЦСКА будет шансы. Не надо хранить ЦСКА. Я думаю, ЦСКА будут шансы. Я вам серьезно говорю, это не будет игра в одну калитку. Илья, мы не хороним ЦСКА? Абсолютно. Хорошо. Тогда скажи мне, а за счет чего ЦСКА может обыграть Мадридский Реал? Смотри, Реал Мадрид вот прямо сейчас мне напоминает Реал Мадрид 99-го года. Я очень хорошо помню тот год, следил за Реалом, потому что всегда испытывал достаточно приятные чувства от этой команды. И в тот год тренировал Дельбоски, кажется. Дельбоски, да. Да, и команда, так же, как и сейчас, имела вот эту вывеску Реала. На данный момент это трекратный победитель Лиги Чемпионов подряд. Но за этой вывеской какой-то такой топовый клуб, на мой взгляд, сейчас не стоит. Особенно с теми потерями, с которыми Реал приехал в Москву. Я понимаю. Но вспомните, Дельбоска, он привел команду в Лигу Чемпионов, они выиграли, и его на следующий год уволили. Да, уволили. Реал приехал действительно без четырех игроков основы. Ну, согласен. То есть, как говорят, царь вроде настоящий, да? Иска не будет, да. Царь настоящий, если посмотрите на центральную ось этой команды. Да, мы с Ильей обсуждали, пока ждали передачи. То есть, Илья правильную мысль сказал, что молодежь-то. Действительно, мы посмотрели матчи, которые Реал проигрывал. То есть, молодежь выходила, молодежь прибавляла в игре Реала. И мы понимаем, что у Реала не просто молодежь сидит, или второй состав, а люди, которые хотят играть в основе. И они выходят и показывают. Хорошо. В ЦСКА сейчас тоже молодежь. Да. Можно сравнить молодежь Реала и молодежь ЦСКА? Ну, сейчас посмотрим. Узнаем. Есть опасения за центральную ось, потому что с Пальзеней у, честно говоря, Виктория временами рвала армейцев по центру, а у Реала по центру играет Кросс, Модрич и Казимира. Модрич, да. Вот это вызывает серьезные опасения. Ну да, я соглашусь. Учитывая, что там Ахметов будет играть ЦСКА, скорее всего, на позиции. Которые не вполне. Не вполне. Вот я честно. Именно в плане обороны. Я там вместо Ахметова будет неким заменить, да? То есть, на лавке никого нет. Никого. Систанет, наверное. Усилил бы. Никого на сегодняшний день, наверное, вот Ахметов. Альтернативы нет, может так скажем. Ну, кто-то с Загоев пару. Но только если Бистрич, а Бистрич травмировал. А, Бистрич нет, травму уже нет. К сожалению. Давайте вот еще о чем хотелось бы спросить. Сергей, да, мы все понимаем. Вывеска Реал, причем не только вывеска. ЦСКА нужно упираться в этом матче в том плане, что если Реал сейчас набирает очки, набирает во всех остальных матчах, решает свою задачу, и потом дома в конце концов выпускает совсем-совсем молодежный состав, и 3 очка нам могли бы пригодиться в Мадриде. Мы же ты слышал, мы же сказали, что у Реала тоже какие-то проблемы есть, и тем более Реал не так удачно играет в защите. Поэтому, я думаю, Гончаренко объяснит, что давайте зацепимся хотя бы там или ничья, при хорошей течении обстоятельств можно и выиграть, потому что действительно никто не скажет, как закончится этот матч. Может и победа ЦСКА закончится, победа Реала, ничьей, но результат на три результата, короче, матч. Поэтому шансы есть, почему? Я не считаю, что ты говоришь так уж, что выйдут, а они скажут, ну ладно, давай сдадим, а там вот будем только с пизденью брать очки и выйдем в Лигу Европы. Ну, так, мне кажется, и будет. Ну, нет, нет. Потом еще ведь Женя поехал, борец, перед Женей, сдавать матч. Именно поэтому его и нет сегодня на передаче, потому что он уже в Лужниках. Мигзону потом не пройдут игроки. 70 тысяч болельщиков уже сейчас в Лужниках готовятся к этому матчу. Ну что ж, идем дальше. Кстати говоря, после первого тура, да, после первого тура Еврокубков, как ни странно, Россия набрала достаточно приличное количество очков, да? Но какие у нас были соперники? Рапиды, Пильзеньи и Ижи с ними. Ну, все равно, и потерялись. А сейчас мы, да, выезде, я про что и говорил, да. А сейчас мы играем дома. Но в соперниках. Реал, Шальке, на секунду Германия, по-моему, четвертый, третье место у них в прошлом чемпионате. Вильяреал, Севилья. На что мы можем рассчитывать? Оляк, а можно от тебя прогноз по пяти матчам, сколько будет побед, ничьих и прогноз? Конечно, я обязательно это сделаю. Локомотив Шальке. Локомотив уже готов к сражению, учитывая его последние там 4-5 матчей? Я полагаю, нет. Я полагаю, Эдер свой гол один забил, он один гол забивает. Всегда. Чемпионский и выколовый. Ножницами забил, все, хватит. Я вот, Локомотив мне не верится. Команда также шатается на ветру. Честно скажу, я примерно такого же мнения. Давайте к Лиге Европы переходим. Зенит играет у нас, ну, посмотрим, да, вместе с вами. Зенит играет со Слави, Чехия. Спартак играет с Вильяреалом. Не знаю, откуда эта команда. Ну и Краснодар играет. Вильяреал. Из Вильяреала, да. Ну и Краснодар играет с Севиль. Друзья мои, соперники не подарок. Кирилл? Мне сложно что-либо говорить по поводу матча. Это вот серьезно говорить. Кстати, Чирышев не в Вильяреале сейчас играет? Нет, он сейчас в Валенсии играет. А, Валенсии? Да, да, точно. Принадлежит Вильяреалу, да. Вильяреалу принадлежит. А вот его отдали Вильяреалу. Точно, точно. Хотел сказать Вальядолит. Ну, я думаю, завтра нас ждет именно Вальядолит. Ни кто-то не видел матч Спартака. Смотрел, когда испанский чемпионат кто-нибудь смотрит, то, кстати, Вильялеал очень симпатично смотрится. И Севиль, и Вильяреал. Поэтому я, возможно, только вот Зенит, может быть, захватить, какие-то взять очки. А остальным команда присутствует тяжело. Ну, то есть у нас сейчас нашествие испанцев, да, на Россию, получается, приезжают три команды дома. Три команды приехали из испанской нашествия. И организованно хорошо у них так играют. Уверен, что все команды имеют хорошие шансы, как минимум, чемпионаты. Нет, шансы есть. Я не говорю, что вообще шансов нет. Но, то есть тяжело, я сказал, тяжело придется именно тем командам, кто со испанцами будет играть. Статистически испанские команды, по-моему, в Москве играют просто отвратительно. Ну, они не силы, а будут играть в Краснодаре. Я, кстати, не помню, чтобы Реал играл с Торпедо в чемпионатах России. И ты же сказал, что в чемпионатах России Реал не играл с Торпедо. Нет, что Реал выиграл. Ты сказал, что Реал выиграл? Да, конечно. А мне казалось, что Реал только вообще один раз выиграл у Спартака 1-0. А в остальных матчах в Москве... Нет, Кирилл же утверждал, что он обыграл. Да, я подумал, что люди удивились. А, это в 54-м году. Я как сейчас помню этот матч. Первый розыгрыш. Первый розыгрыш Кубка Ярмарок. В Сокольниках, правильно? В Сокольниках, да. Ну что ж, давайте немножко по предсказаниям, раз уж мы сказали, да? Да. Сереж, твой прогноз. На что? На вот эти пять матчей. Ну, конечно. Ну так. Как тебе сказать? Вот Зенит, я думаю, да, может взять очки. ЦСКА тоже может взять очки. Вот. Вот с остальными командами как-то, не знаю. Кирилл. С испанцами, я думаю, тяжело будет просто. Очки могут взять, но тяжело будет. Про всех говорить? Ну, скажи, да. Я затрудняюсь. Лукая даже предсказывает. Я знаю, что я по локомотиву могу сказать, что они, скорее всего, очков не ненавидят. Пошел, Спартак, Вильяреал. Спартак, Вильяреал, где плохо будет ничья, мне так кажется. Хорошо. Мау, жутки 0-0 или 1-0. В Лиге Европы, на мой взгляд, российские команды одержат победы. Все три? Ну, вот так мне хочется. Ну, интересно. Спарта, значит, локомотив. Ну, почему ты скажешь, что они проиграют? Вот не знаю почему. Хотя Шальке, в общем-то, в таком же. ЦСКА поставлю на 2-2. Ну, что уж, неплохо. Ну, мне хорошо, кажется, будет верно. Да, но мне лично кажется, что ЦСКА проиграет Вильяреалу 2-0, локомотив проиграет Шальке 3-1, Зенит выиграет у Славии, скорее всего, 2-1, Спартак проиграет Вильяреалу 3-1 и Краснодар-Севилья, скорее всего, 2-2. Вот так, замечательно. Ну, что ж, по крайней мере, в следующий вторник мы точно сможем узнать, насколько наши прогнозы оказались точными. Ну, и напоследок, давайте вспомним, что не только Европой мы живем, но и чемпионатом России матчи уже в эти выходные 10-го тура. И там будут очень интересные матчи. ЦСКА играет с локомотивом, чемпион играет с вице-чемпионом. Ну, и Зенит играет с Краснодаром, команды, которые сейчас идут на первом и втором месте. Ну, и Спартак поедет в Красноярск, Енисей, как говорится, устраивать им экзамен. Ну, и Калейничеву. Да, Калейничеву. А Енисей будет играть в Тихонову. А Енисей отступать некуда, они на последнем месте. Да, тоже. Ну, что ж, друзья мои, как говорится, спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо, Свет, не будешь. Мы поговорили, обсудили, ну, и, естественно, болеем за своих. Ну, а пока? Пока. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»